Эдвард Билл скандально известный пранкер, который за пару лет успел вызвать мощный резонанс и собрать вокруг себя огромную аудиторию. Его выходки весьма эксцентричны. Даже по меркам современного спроса на хайп, многие осуждают его за слишком жесткие розыгрыши, граничащие с издевательством над людьми. При этом его видео набирают по несколько миллионов просмотров. Мало кто остается к нему равнодушным, в том числе топовые блогеры, которые не только критикуют Эдварда в своих выпусках, а порой даже угрожают физической расправой. Изначально Эдвард Билл не вызывал у меня достаточного интереса для разбора, но после недавно вышедшего интервью с Ксени Собчак открылись новые подробности его биографии, располагающие к тому, чтобы глубже проанализировать Билла с разных сторон. Сегодня мы с вами попытаемся разобраться в этой противоречивой личности и понять, насколько искренним было интервью у Собчак и в чем феномен популярности Эдварда Билла. В России продлевает изоляцию. По некоторым прогнозам она может затянуться от одного до трех месяцев. Надеюсь, что это не так, но многие уже не знают, чем себя занять. На мой взгляд, нужно быть готовым к таким ситуациям и к тому же оценивать и понимать нынешние тренды. Такие профессии, как дизайнер, маркетолог и программирование остаются актуальными не только во время изоляции, поэтому не тратьте время. Самое время строится на востребованную удаленную работу. 8 апреля в онлайн-университете Skillbox стартует марафон по трем профессиям будущего – веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование абсолютно бесплатно. На марафоне вы получите информацию об интернет-трендах, новых профессиях и образовании на примере реальных историй. Во время марафона также есть возможность практики и проверки своих знаний. Если вы хотите проверить на деле, подходит вам выбранное направление или нет. Если не интересно, то просто послушайте спикеров. Самых активных ждут бонусы от партнеров Skillbox. Еще раз повторюсь, марафон абсолютно бесплатный. Распоряжайтесь временем с пользой для себя. Количество билетов ограничено, поэтому советую не тянуть. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Начало уже 8 апреля. Настоящее имя нашего сегодняшнего героя – Эдуард Биль. Его основное занятие – пранки. Пранк – это провокация, и ее цель – вывести людей на настоящие эмоции в рамках определенных стрессовых ситуаций. Кстати, подобное мы могли наблюдать и в шоу «Что было дальше», где цель – спровоцировать гостя на реакцию, выбить из равновесия, вынудить, чтобы он показал свое истинное лицо. Что как раз и вызывает интерес аудитории. При просмотре таких шоу зритель подсознательно представляет, как бы он повел себя в таких обстоятельствах. Правда, в отличие от этого шоу, герои роликов Эдварда обычно не выражают желания попасть в стрессовую ситуацию, а застаются врасплох на улице. Розыгрыши Эдварда часто выглядят весьма агрессивно и способны вывести из равновесия любого. Большую популярность получил его персонаж неадекватный гопник, чья фраза «Чи-да» стала его визитной карточкой и вирусным мемом. Пранки Билла часто за гранью морали, некоторые приводят к порче имуществу, ущербу для психики и здоровья. Пока что все это сходит ему с рук, хотя вероятно, что уже есть основания для привлечения его к ответственности. Эдвард и Ксения уже встречались и ранее на интервью у Амирана Сардарова. При первой встрече Эдвард выступал в образе дерзкого соведущего Амирана в привычном для него стиле. Заметно, что Эдвард воспринимает Ксению как достаточно сильную и жесткую личность. Ты же надей отморозок. Вы тоже. Нет, я не до такой степени. После выхода интервью Билла Собчак, многие обратили внимание на необычное поведение Эдварда. Дерзкий и агрессивный гопник предстает застенчивым и улыбчивым молодым человеком. Но, может быть, это лишь очередная маска, которая выгодна в данной ситуации? Для начала давайте рассмотрим базовую линию поведения Билла. Следует помнить, что у человека часто есть какой-то набор жестов-адаптеров, то есть жестов самоуспокоения, которые ни о чем не говорят сами по себе. Случай Эдварда – это облизывание губ, вытирание носа, поглаживание волос и лица. Также мы можем видеть, как в некоторые моменты Билл сильно жмурится, сжимает глаза. Это очень похоже на нервный тик. Однако в начале интервью количество таких адаптеров превышает обычное. Видно, что Эдвард заметно нервничает. Он не может с первого раза сформулировать мысль, часто переступать ноги на ногу, заикается, отягивает ответ долгими паузами, давая себе время сформулировать мысль, часто прикасается к лицу. Его поза скованная, руки опущены вниз и собраны в замок, ноги поставлены близко друг к другу, плечи немного опущены, жестикуляция либо отсутствует, либо умеренная. Эдвард не стремится захватить много пространства вокруг себя, не заходит на личную территорию собеседника. Это говорит об отсутствии комфортного и уверенного настроя. Такое невербальное поведение полностью противоречит его образу пранкера, когда он максимально дерзок и уверен в себе. Плечи расправлены, руки раскинуты в стороны, голова наклонена вперед, ноги широко расставлены, то есть демонстрируется агрессивная поза, показывающая готовность к нападению. Оно и логично, потому что все мы люди, а люди, как правило, применяют разные модели поведения в зависимости от контекста, от людей, с которыми мы общаемся и в обстоятельства, которые попадаем. Во время интервью Эдвард не чувствует себя хозяином положения, несмотря на то, что находится на своей территории, в собственном доме. В данном случае Ксения принимает доминирующую роль. К тому же он высоко оценивает ее значимость. Также, безусловно, влияет то, что она как интерьер и должна проявлять активную позицию. Сам формат интервью – это новая, непривычная для Билла форма взаимодействия. Ксения сразу же проявляет к нему теплые чувства. Сейчас вот так вот, знаешь, если бы сейчас у нас была игра интуиция, кто этот милый мальчик с вот этими милюсенькими волосами? В этом образе Эдвард и проходит все интервью. Ксения очень старается расположить собеседника и настроить его на откровенность, занимая поддерживающую позицию, а не критикующую. Поэтому Эдвард практически не отшучивается, не проявляет агрессию и сарказм. Он стремится раскрыть себя, получить внимание к своей персоне и пытается выглядеть искренним. Насколько ему это удается, скоро увидим. Посмотрев это интервью и несколько других видео Билла, где он рассказывает о себе, можно выделить моменты, где его рассказ абсолютно искренний. Например, отрывок про работу на квестах. Я устроился на ту работу, увидел, что это то самое место, где мне понравится. Меня показали как надо и в первый же день я пугал людей по полу-полу, как таракана. Тут хоть и присутствует волнение, как и на протяжении всего интервью, но при этом Билл выражает положительные эмоции. Использует жесты иллюстраторы, его повествование логично и последовательно. Он не сбивается, не уходит от темы, на вопросы отвечает прямо и быстро. Если Ксения поняла, что-то не так, он тут же поправляет ее и рассказывает правильную версию. Психопата отыгрывал неадекватного. Можешь вот написать, вот я вхожу в комнату, там что-то темно, вампиры, вот что-то, тему. Нет, это тема, допустим, человек пришел. Чуть позже вы поймете, почему так важно заострить внимание на этих моментах. Еще один пример правдивого рассказа, как Эдвард Билл начинал снимать видео. Я камеру проносил год, но каждый день я ехал на работу, я не мог снимать. У меня был всего один день выходной, и этот день я выходил на целый день на улицу и тоже ничего не снимал. Здесь активно проявляется жестикуляция и мимика, которая совпадает с описанными в рассказе эмоциями. Особо важные моменты выделяются интонациями в речи. Я просто не знал, я один был, один. Пранкер хорошо помнит и озвучивает многие детали, например, как были выстроены параметры на камере. Включил, я настроил, все, характеристики стоят, все там 1080, там 30 кадров в секунду. Большое количество жестов адаптеров и общая нервозность Билла на интервью дают много сигналов, которые обыватели могут показаться признаками неискренности или вызывать сомнения в словах. Но не стоит искать в них много смысла. В данном случае есть гораздо более надежные признаки, которые легко уловить при достаточной внимательности. Сравнивая поведение при ответе с искренним поведением, которое мы сейчас рассмотрели, можно получить очень много информации. Важно понимать, что мы можем лишь предполагать неискренность. Но чтобы утверждать что-то наверняка, нужно набрать достаточно аргументов, а еще лучше фактов, подтверждающих наши предположения. Что ж, перейдем к самым интересным моментам интервью и посмотрим, что же представляет из себя Эдвард Билл. Из рассказа Эдварда мы узнаем о его тяжелом детстве, о пьющих родителях, которые бросили его и были лишены родительских прав, о том, что его воспитанием занималась бабушка, которой он обязан всем. Видно, что тема семьи для него неприятна, болезненна. В некоторых моментах его речь весьма путанная и противоречивая. Маму, я помню, я папу не видел. Папу видел, ну это... Они были в браке? На вопросы отвечает коротко, немногословенно, речь прерывистая, заикается, долго не может сформулировать мысль. Ну и... Ты ничего не помнишь? События, которые ее постоянно сопровождали, не давали, мне невозможно было там находиться. Это алкоголь. Голос сбивается, что также является показателем дискомфорта. Но здесь это не обязательно означает неискренность. Стоит учитывать, что он говорит о событиях далекого детства, которые может помнить отрывочно, а эмоциональные переживания мешают четкому формулированию мыслей. Однако некоторые моменты он запомнил отчетливо. Поднимает руку на мою маму, я понимаю, что я ничего не могу сделать. А если я сейчас делаю, в том возрасте, в 6 лет, я понимал, я сейчас могу и рискую своей жизнью. Я четко это понимал. Билл вспоминает, что хотел защитить мать, но понимал, что ничего не может сделать. В этот момент у него на лице проявляется напор и агрессия, который он, похоже, на самом деле проживал. Многие дети нападают на каких-то мужиков, и могут пострадать. Но я тогда понимал, что это не стоит тех свеч. Насилие в семье всегда накладывает свой отпечаток. Ребенок в такой ситуации может либо начать всего бояться, то есть проявлять реакцию бегства, либо усвоить, что все вопросы решаются грубой силой. Реакция борьбы. Есть и третий вариант. Нападать первым из-за страха. Это называется контрафобическое поведение. Билл понимает, что сцены руганий и насилия в детстве повлияли на него. Это очень сильно, это по психике бьет. Тем более маленьким, когда ты видишь это. При этом он отрицает, что сам стал проявлять склонность к насилию. Отобразилось на мне хорошо, что в одну сторону закрытый такой барьер, была закрытая дверь, что из нее ничего не вышло сейчас. Я не подвергаюсь подобным действиям и не поддерживаю. Но это хорошо, что я понял это, что это плохо. Однако, рассказывая о себе ранее, Эдуард признавался, что часто дрался и конфликтовал во время обучения. И даже в связи с этим был отчислен. В его пранках мы все же наблюдаем ту же агрессию. Буллинг, надевание пакетов на людей, выбрасывание людей в воду, драки и психологическое подавление окружающих. Возможно, через пранки он пытается выплеснуть эту агрессию как-то полегче, не доводя ее до максимума. Очевидно, ему нравится то, чем он занимается, или как минимум ему не приходится переступать через себя. Он делает это достаточно легко. Перед тем, как Эдуард занялся пранками, его любимой работой были квесты, в которых он также играл роли асоциальных персонажей-садистов. Маньяков, психопатов. Он рассказывает об этой работе с явной заинтересованностью и без каких-либо негативных эмоций. У Билла весьма своеобразное представление о границах насилия. Например, он считает, что психологическое насилие – это не то же самое, что физическое. И он имеет право поставить людей на место. Когда они отвечают дерзко на его же агрессивные выпады. Ты им что-то из окна там, мы что, деньги нужны, не нужны, они там тебе пошел. Ты там встали, э? Кому ты сказал? Ты кому сказал? Я верю, что это вот ты реально остановился. Не потому что... Да, я понял. Сейчас я словлю хай. Хорошо, я вам сейчас... Это вот... Билл утверждает, что его невозможно вывести себя. И в своих пранках он всегда сохраняет кладнокровие. Вот я ехал просто, и их просто поставил на место. И не был внутри ни капли злым, ни капли. Если бы он мне сказал... Но ты разозлился от этих слов? Реально? Нет. Но в дальнейшем он проговаривается, что жертва пранка все-таки может спровоцировать его на драку. Как ты психологически определяешь, что человека нельзя трогать, он может тебя засудить? Засудить, напасть, отреагировать очень необычно. Или провоцировать меня на драку так же само, как я его, но спровоцировать еще больше, чем я его. То есть граница между образом и его настоящим поведением, о котором он говорит, на самом деле весьма тонкая. Яркий пример драка в торговом центре, когда он вырубил продавца с вертухи, как красноречиво говорит название его видео. После чего продавец получил сотрясение мозга. Посмотрев видеозапись этой драки, полностью можно заметить, что Билл чувствовал себя гораздо увереннее, чем продавец. И превосходил его по физической подготовке. К тому же Эдвард был хозяином положения и в любой момент мог остановиться и сказать, что это пранк. Однако видно, что эмоции захлестнули его, и он довел ситуацию до предела. В разговоре Собчак Билл утверждает, что не допускал физического насилия в пранках. Однако, когда Ксения вспоминает этот случай, тут же начинает отмазываться, что продавец якобы напал на него и угрожал его жизни. Там продавца какого-то ты там ударил с ноги. Здесь больше фактор играл опасности и угрозы моей жизни. То есть мы должны четко понимать, что я не просто так ударил. Человек напал с кулаками. Ну, на вас напали, что вы будете делать? Ну, вот сейчас вас могут убить. Билл рассказывает, что с этого ролика начался его взлет на Ютубе. Вот тот момент, когда я борщинул, и он разлетелся. И моя карьера началась с негатива. Сожалеет ли Эдвард, что по его вине человек получил сотрясение мозга безо всякой причины? В интервью он вроде бы признает, что поступил неправильно, хотя и с оговорками. Но в реальности после этого случая его пранки стали только жестче. Он почувствовал, что такой контент помогает быстро привлекать аудиторию. Это говорит о том, что он скорее гордится этим, чем сожалеет. Похоже, откупившись от пострадавшего деньгами, он решил, что его вина на этом исчерпана. Он красавчик, он не подал заявление, он по-мужски поступил. Мы с ним встретились, я компенсировал его травму. В ходе интервью Эдвард отвечает на множество вопросов, вызывающие сильные эмоции. Про детство, смерть матери, встречу с человеком, который мог быть ее убийцей. Также было несколько неловких вопросов, например, про порно-кастинг. При этом, больше всего стресса почему-то вызывает вопросы о видео про службу в Донбассе пятилетней давности. С самого начала он пытается уйти от темы, но безуспешно. Собчак настойчиво продолжает расспрашивать о деталях. Он отвечает, но максимально размытый и невнятный. Речь становится сбивчивой и нечеткой. Он выражает мысль настолько запутанно, что даже Ксения не может его понять. Интересно было за деньги поучаствовать, постоять в чистой одежде, поговорить, рассказать, какие все там плохие и уехать. Это была самая грубая ошибка. Я об этом не рассказываю, не говорю. Я бы, не хотелось бы возвращаться. Прям наплел что-то. Когда мы предполагаем, что человек что-то от нас скрывает или обманывает, нужно помнить, что ложь может вызывать большую когнитивную нагрузку. Если лжец выдает слишком много подробностей, он может забыть то, о чем уже сказал ранее. К тому же, многие детали можно перепроверить, поэтому он будет стараться давать меньше информации, ограничиваясь общими фразами. Также стоит обратить внимание на некоторые вербальные сигналы, оговорки, не соответствуя ни прямые ответы об общении. Как бы, оно не должно было появиться в интернете, это по большей части фейк, который, ну я на эти темы не люблю разговаривать и не общаюсь на самом деле. Он говорит по большей части фейк, то есть, все-таки фейк или нет? А что за история с самострелом в армии? Нет. Какой армии? В российской. Нет. Зачем спрашивать, в какой армии, если ты служил до этого только в одной? То есть, люди пишут подобные вещи и некоторые верят. ранений у тебя нет? Ни одного. Ни одного? Невозможно. Самострела нет? Невозможно. Здесь слово невозможно повторяется несколько раз вместо прямого отрицания. Я защищал, но я этого не происходит. Ну как? Ну какой я военный? Ну не уберут там просто. Мне невозможно это. Опять, вместо того, чтобы прямо сказать, что не был в Донецке, говорит, невозможно. Беспокойство Эдварда на этом вопросе заметно и в невербальном поведении. Он встает, суетится, смахивает несуществующие крошки со стола, его нервозность заметно увеличивается. По сути, Эдвард Билл так и не ответил на вопрос о Донбассе. При этом на ютубе есть записи пранкера Вольнова, где Билл отчетливо признается, что все-таки воевал в ДНР. Зачем ты ездил в Украину? Объясни мне. Зачем я ездил в Украину? В ДНР. В ДНР. Ну ты понимаешь, что это военные преступления? Ты приехал на территорию чужого государства и стреляешь в ее гражданах. Почему? Это же независимая республика ДНР. послушай. Это было 4 года назад. На интервью Собчак Билл пытается показать, что ему максимально стыдно от этой темы, так что даже не хочется вспоминать. При этом он вставляет этот же сюжет в свой собственный ролик, где рассказывает о своем жизненном пути. Подумайте, стал бы такой делать адекватный человек, которому действительно стыдно за ошибку молодости? В интервью Ксения поднимает тему о Телеграм-канале, где Эдвард Билл активно предлагает услуги каперов-аналитиков, которые делают прогнозы на ставки. Они обещают стопроцентный выигрыш или возврат денег в случае неудачи. Но часто клиенты не получают ни выигрыша, ни возврата, ни уж точно ни ответов на свои возмущения. На Ютубе есть уже множество разоблачений, где подробно описана опасность таких схем. Однако, все новые и новые люди покупаются на авторитет блогера и теряют свои сбережения. Заметно, что эта тема также неприятно Биллу и вызывает стресс. Он снова начинает юлить, обобщать и приводить неуместные аналогии. На обвинения в обмане людей отвечают, что это выбор каждого и уходит от темы. Затем Ксения возвращает его к обсуждению, но Эдуард вместо ответа на конкретный вопрос пытается отделаться общими фразами. Тут четко надо понимать фортуна, удача, то есть ты можешь выиграть. Вот как выжимать на очаг, который там выиграл. Смотрите, казино, такая вещь, она дает надежду. Билл приводит неуместные сравнения потери денег на нелегальных ставках с тем, что на работе могут не выплатить зарплату. Помимо каперов, Эдуард активно рекламирует казино, при этом якобы надеется, что подписчики достаточно умные, чтобы туда не идти. И люди понимают это, слава богу, и поддерживают, и говорят, что мы все видим, просто не идем на то, что ты рекламируешь и смотрим дальше. И я... То есть ты рекламируешь, но при этом призываешь своих подписчиков не вестись на эту рекламу? Нет, я не говорю об этом. Я говорю о том, что они это сами понимают. Сейчас это только что. Даже Собчак в шоке от этого, как он умудряется переобуваться на ходу, одновременно и рекламируя казино, и призывая на это не вестись. Видно, что грань между хорошо и плохо у Эдуарда весьма размыты. Сюда присутствует какая-то двойная мораль. Кажется, он и сам верит, что никого не обманывает. И оправдывает себя тем, что есть люди, которые занимаются вещами намного жестче. Есть вещи в нашем мире и в России, люди занимаются намного жестче вещами. И их просто никто не освещает и не показывает. При этом Ксения активно поддерживает его в таком самооправдании. В некоторые моменты складывается ощущение, что они на одной волне. Столько... Все-таки русский народ. На ебану же. Какую же цель преследует Билл? И в чем заключается его система ценностей? Это можно понять по тому, о чем он чаще всего упоминает сам. Эдуард вырос в таких условиях, когда никто в него не верил и постоянно пытается доказать всем, и в том числе себе самому, что на что-то способен. Я говорю, да не знаю, работу пойду. Ну какая работа? Тряпку в зубы и пошел. Вот это я запомнил на всю жизнь. Она говорит, тряпку в зубы и мыть полы. Вот так она мне. И именно этот момент у меня засел в голове прям. Заметно, что в нем сильна жажда быть первым. Жажда признания. Шаг за шагом, день за днем я продолжал снимать самые дерзкие, самые провокационные и неповторимые ролики. Мне нужно было стать первым. Ему срочно нужно все то, чего не хватало в детстве и что он сейчас старается максимально компенсировать да получить. Похоже, Эдварду Биллу еще только предстоит вырасти. Он все еще тот недолюбленный ребенок, который жаждет внимания, одобрения и любви. Возможно, именно этот фактор толкает его на различные антисоциальные выходки. Билл признается в интервью, что с детства проявлял склонность к нарушению правил и говорит об этом даже с гордостью. И когда мне говорят «стань ровный», я специально вставал так, как мне хотелось. Но в любом случае я всегда все понимал прекрасно, что так нельзя делать, но я все равно так сделаю и напишу мне замечание. Ну, красава. Заметно, что в нем не были заложены четкие моральные принципы. Его понимание о том, что можно делать а что нельзя формировалось фрагментарно путем проб и ошибок. Эдуард как бы испытывает мир на прочность и если то, что он делает не приносит наказания, а приносит выгоду, он продолжает в том же духе. Конечно же, его не удовлетворяет простая работа и скромная зарплата. Деньги – один из его сильнейших мотиваторов. На первую встречу с Ксенией он говорит, что вся его деятельность это прежде всего заработок. Ты такой классный мальчик. Зачем? Ерундой занимаешься. Ерундой. В первую очередь это заработок. То есть, если ты сейчас будешь зарабатывать деньги как-то по-другому, то ты не будешь... Не буду. Без проблем. В интервью пранкер пытается изобразить, что ему стыдно за получение денег нечестным путем, таким как реклама букмекеров. Однако, его истинное отношение к этому вопросу скорее проявляется здесь. Знаете, как складывается? Все зависит от того, насколько ты популярен и на каком ты пике популярности. Из-за этого цена огромная на рекламу. Какой мудак захочет рекламировать в чьи-то свои... Нет, нет, букмекерская контора ставки на спорт. Это очень дорого. Одна сториз может стоить полмиллиона. И реклама может выходить каждый день. Очевидно, такая ситуация его вполне устраивает. Он воодушевлен. На лице проявляются позитивные эмоции. Явно Билл вполне доволен тем, что его контент позволяет привлекать самых жирных рекламодателей. В своих роликах и интервью Эдвард часто говорит о семье, жене и дочке. Он акцентирует внимание на том, что они являются для него самой большой ценностью. И все, что он делает ради них. Нельзя сказать, что это неискреннее, но даже в таких моментах прослеживаются несостыковки в его словах и действиях. Пример. История, которую прокомментировали уже многие блогеры. Билл продает Гелендваген якобы, чтобы не гонять и не рисковать жизнью ради дочки, а затем покупает другую машину и разбивается на ней в гонке по городу. Билл прекрасно осознает, что его образ заботливого отца семейства благотворно влияет на восприятие аудитории. Забота о семье и будущем дочери выступает для него своеобразным оправданием того, что он зарабатывает деньги любыми способами. В ходе своей деятельности Эдуарду уже не раз приходилось извиняться за свои поступки. Заметно, что извинения уже даже не доставляют ему дискомфорта. Он делает это механически, потому что так надо, не вкладывая реального сожаления. Зачастую он тут же оправдывается или обвиняет кого-то еще. В любом случае дико извиняемся за то, что мы не согласовали якобы с администрацией съемку, что мы напугали охранников. Как бы это была моя ошибка. В случае, когда его выловили на парковке и заставили извиняться, заметно, что все, что он говорит, обусловлено страхом, а не чувством вины. Все, с кем снимали пранки, все, кто попадался под камеру или те, кто там занимались тем, чем я занимаюсь. Скажи, унижать между людей. Унижать их достоинства и честь нет. Очевидно, страх за себя и семью сопровождает пранкера, несмотря на его обычный невозмутимый вид. Ведь его поведение уже не раз вызывало ответную агрессию со стороны других людей. Это заметно в обеспечении безопасности в доме Билла. Дверь Билла снабжена камерами наблюдения, установлена охрана и сигнализация, а Эдвард до последнего не раскрывает адрес проживания даже в съемочной команде. Очевидно, обвинения со стороны других людей чаще всего не затрагивают совесть Билла. Но, может быть, у него есть какая-то самоцензура на основании собственных моральных норм? В ролике от 21 февраля 2019 года Билл громко заявляет, что заканчивает жесткими пранками, объясняя это тем, что больше не хочет доставлять людям дискомфорт. Не хотел бы снимать такое. Понимаете, это дискомфорт. Это в первую очередь неуважение. Ничтожество. При этом тут же прорекламировал свой телеграм и инстаграм, объявив, что вся жесть будет там. Если вам нужны будут такие пранки, которые были до этого, они будут в моем телеграм-канале выходить кусками. В основе будут выходить на инстаграме эти пранки, в телеграм-канале на ютубе этого не будет. Ты меня сейчас толкнул. Нет, я тебя не толкал. Нет, ты меня сейчас толкнул, дружище. Не, не, это уже их проще. Мой корм для собаки. Кто сказал, что это твой? Мой собак. Как мы видим, контент не сильно изменился. Однако, Эдвард понял, как еще больше зацепить зрителя и уменьшить негатив в свой адрес. Об этом чуть позже. В интервью Собчак Эдвард рассказывает, что он не психопат, а психолог, который, работая на квестах, натренировал навык чтения людей и теперь видит каждого насквозь. Билл говорит, что ему помогает не интуиция, а тренировка, то есть навык. При этом рассказывает, что сразу угадывал на квестах, кого можно трогать, а кого нет. Помня о тяжелом детстве Билла, можно предположить, что он научился предугадывать угрозы со стороны агрессора, распознавать его настроение, чтобы понимать, когда нужно бежать, а когда можно расслабиться на какое-то время. Эдвард говорит, что подходя к человеку, уже заранее знает, как он себя поведет. Насколько это правда, судить сложно, так как неудачные дубли могут оставаться за кадром. Однако, можно выделить основные особенности жертв его пранков. Билл заранее оценивает их по походке и манере поведения. Женые в себя, которые идут наушниках, смотрят телефон или просто идут задумавшись неуверенной походкой, сутулившись с опущенной головой и взглядом. Эдвард часто выпрыгивает из ниоткуда, используя эффект неожиданности. Это дезориентирует человека, мешает ему трезво мыслить и снижает возможность эффективного противостояния. Жертвами пранков Билл чаще становятся мужчины, чем девушки. С девушками розыгрыши менее жесткие. В основном это молодежь и люди среднего возраста и среднего класса. Есть также бомжи, алкоголики, они у Билла практически занимают отдельный жанр. С некоторыми он даже работает в постоянном формате. Билл подходит к разным людям, выстраивая разную стратегию поведения. Заметно, что в качестве жертв для самых жестких пранков Эдвард выбирает тех, кто кажется слабее физически и морально. Неуверенные, растерянные, пассивные в поведении люди, которые скорее всего не смогут дать отпор. 300 рублей. Еще раз будешь ходить с 300 рублями на пятерку, чтобы были деньги при себе, чтобы не стыдно было перед телкой, понял? Следует помнить, что Билл в прошлом спортсмен и находится в хорошей форме. Жертвы же чаще либо худощавого, либо полного телосложения. Обычно это те, кто не демонстрирует признаков агрессии. Люди интеллигентного вида, ботаники, личности шизоидного типа, которые обычно выглядят неопрятными или отрешенными от мира. Трудовые мигранты, работники сферы услуг, охранники, продавцы, разносчики еды, рабочие и так далее. Извини, братан, возьми. Это тебе за хорошую работу. Вероятно, в определенный момент Билл осознал, что постоянные видео с насилием хоть и приносят хайп и миллионы просмотров, но никогда не принесут базу преданных фанатов. Поэтому его пранки дополнились новыми форматами. Эдвард умело манипулирует эмоциями зрителя. Агрессия и напряженность сменяются позитивными моментами, смехом и денежным поощрением участников. Билл понял, что игра на эмоциях цепляет гораздо лучше, чем однотипный контент. Все вы не завяжете ей тогда. Ей помог. Спасибо. Пожалуйста. Удачи тебе. Пока. Кому въебать сейчас? Хватит добрых дел, надо въебать кому-то. Но самый гениальный ход, который позволил Эдварду набрать свою фан-базу – благотворительность. Пранкер раздает деньги старушкам, раздает маски от коронавируса, подарки детям в детских домах. Все это смотрится как попытка выглядеть хорошим и постараться сгладить впечатление от своих жестких розыгрышей. Возьмите. Еще. Возьмите, кстати. Все. Возьмите. Да, совершенно бесплатно. Даже Собчак подмечает в интервью, что благотворительность у Эдварда выглядит как показуха. Пранкер утверждает, что она нужна, чтобы напомнить обществу, как важно делать добрые дела. Но то, как Эдварда на самом деле волнует проблему общества, можно увидеть на обсуждении темы алкоголя. С одной стороны, он категорически против этого явления и поддерживает ограничение продаж в Чечне. Но почему алкоголь до сих пор не закрыт? Что? Ограничили продажу в Чеченской республике? Вот это ограничили продажу? Но когда Ксения спрашивает, выступает ли Билл за такое ограничение по всей стране? Эдуард отвечает, что это не касается его лично, поэтому ему плевать. Как я не увлекаюсь и не пью, и вообще не прикасаюсь к нему, я бы вообще не поддерживал. Нет, я бы вообще не принимал участие. Как бы нет, мне неинтересно это. Видимо, общественно полезные дела интересуют Билла только, когда приносят личную выгоду. Для Эдуарда ролики с благотворительными акциями это не только способ показать себя с хорошей стороны, но и способ избежать алгоритмов Ютуба, которые в последнее время активно борются против пранков. А ролик, в котором он помогает бабушкам, это уже как бы и не пранк. А еще такие ролики набирают кучу восторженных комментариев. Поразительно, но это работы. Из-за показной благотворительности на деньги, полученной от обмана людей, зрители готовы простить Биллу все грехи. Даже после просмотра огромного количества материала про такой феномен, как Эдвард Билл, все равно не получается прийти к какой-то однозначности. Возникает ощущение, что видишь разные личности, которые как-то уживаются внутри одного и того же человека. Он одновременно и дерзкий гопник, и милый мальчик, раздающий деньги старушкам. Он против насилия, но может избить незнакомца до потери сознания ради просмотров. Одновременно и аполитичен и за Путина, и Навального. Всей душой ненавидит алкоголь, но сделал из своей кухни бар с кучей напитков, которые никому нельзя трогать. Он рекламирует казино, но призывает подписчиков не ходить туда. Эдвард Билл буквально соткан из противоречий. Интервью Собчак совершенно не расставляет все точки над «и», и при ответе на многие вопросы Эдвард юлит, путается и противоречит сам себе. Ксения, вместо того, чтобы вывести его на чистую воду, задает наводящие вопросы, которые помогают Биллу продолжать историю, как откровенную, так и не очень. Он тебе показал, где могила? Моей маме, да. То есть он был нужен для этого? Ты позвонил ему? Я ему не звонил, через, да, там, позвонили ему, сказали. Мы не можем, не молчи, это конфиденциальность. Это такие... Ты подписал бумагу. Это такие... Такие наводящие вопросы мешают раскрыть гостя как личность и понять, правда ли он говорит, так как дают ему дополнительные лазейки. Даже сама Ксения, максимально лояльная гостю, в некоторых моментах выражает своим невербальным поведением полное непонимание логики его действий и недоверия к его словам. Прошлое Эдварда Билла частично помогает нам понять, почему у него могли возникнуть те или иные черты характера. Эдвард пришел к популярности и хорошему доходу вопреки многим препятствиям. Можно сказать, пробился со дна, чем и вызывает восторг и уважение большей части своих фанатов. И многих даже мотивирует двигаться вперед. Однако, прошлое Билла нисколько не оправдывает его асоциальное и общественно опасное поведение. Так же, как и факт, что он заботится о семье или раздает деньги старушкам в своих выпусках. Промируя отношение к человеку, важно рассматривать его поведение комплексно и учитывать не только то, что он хочет показать публике, но и то, что скрыто. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дурках и быть на шаг впереди. А признаешь свою вину? Да я не знаю, признаю я свою вину или нет. Я считаю, что я прав.